Сегодня 25 марта, среда. Смотрите выпуски. Новые случаи коронавируса в крае. Губернатор вводит дополнительные ограничения. А Ачинская фабрика взялась шить многоразовые маски. Что с дорогами? Народный мэр Анна Ахметова сравнила Ачинские дороги до ремонта и после. В Красноярской больнице медики подтвердили 4 новых случая коронавирусной инфекции и того за все время пандемии. В крае этот диагноз поставлен девятерым жителям региона. Накануне врачи заявили о трех вылеченных и выписанных. Сегодня введены дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19. Гражданам не выезжать за пределы муниципалитета без особой надобности. Пожилым и хроникам обеспечить самоизоляцию. Разработать меры поддержки предпринимателей. Исключить распространение недостоверной информации. Кроме того, главный врач Роспотребнадзора накануне распорядился прекратить прием посетителей в местах скопления. Речь о развлекательных центрах, фитнес-клубах, бассейнах и ночных заведениях. Пока жесткие ограничения касаются Красноярска. В Ачинске спорткомплекс «Скан» перешел на ограниченный доступ. Тут отменены групповые занятия. Индивидуальные пока идут до особого распоряжения. В бассейне, как сообщает руководство «Скана», допускается до 10 человек. Большой спортзал не работает. Ну и по заверению директора спорткомплекса, они проводят все положенные мероприятия по дезинфекции. Еще один спорткомплекс «Акваформа» тоже пока работает, но с определенными ограничениями. На входе всем посетителям измеряется температура. С признаками болезни посетители не допускаются. Как заверяют собственники, кроме обязательных обработок всех помещений, они используют бактерицидные излучатели. А еще на ближайшую пятницу тут назначен санитарный день. Это значит, что спорткомплекс будет закрыт для клиентов. Хотя, по признанию владельцев общепита фитнес-клубов, посетителей и так стало меньше. Всем благополучия. Анна Ахмедова, Наталья Сусанина, Телеканал ОСА. Из-за пандемии коронавируса по сообщению аптечных сетей поступление многоразовых масок не планируется. Ситуация, конечно, может измениться. Многие швейные предприятия России стали выпускать многоразовые маски. Альчинская швейная фабрика в их числе. Пять минут и одна маска готова. К первому заказу швея Альчинской фабрики приступила только сегодня. На производстве говорят, к концу смены все и закончат. Маска многоразового использования шестислойная из марли. То есть ее можно будет постирать, поутюжить и снова использовать. Наш конструктор разработала. И вот мы пошиваем сейчас заказ. Этот заказ нам займет где-то два часа рабочего времени. По словам администрации фабрики, они не могут перейти на изготовление больших партий. Потому что имеют заказы и обязаны их выполнить в установленные сроки. Да и для этого необходимо получить специальное регистрационное удостоверение. А вот небольшие заказы не могут принять. Стоимость такой маски от 40 до 50 рублей. Медики отмечают, что многоразовые маски лучше защищают, чем одноразовые. Однако стоит помнить, что носить маску нужно, когда вы находитесь в местах, где большое скопление народа. Но ни одноразовая маска, ни многоразовая не дает 100% защиты. Татьяна Штермир, Вильдан Калимуллин, телеканал ОСА. Ну, коронавирус мы в ближайшее время точно переживем. А вот с новой властью нам придется жить пятилетку. И простите за сравнение, от плохой власти руки с мылом не отмоешь. Жители Ачинского района, похоже, эту новую власть будут выбирать тоже по-новому. 31 марта пройдут слушания по изменению системы выборов. Районные депутаты предлагают жителям выбирать только представителей от округов и уйти от партийных списков. В минувшую пятницу большинством они поддержали эту идею, а инициаторами перемен стала группа народных избранников во главе со спикером. Сергей Куранин так объяснил суть. Сегодня в списках партийных списков ходят люди, но если брать Ачинский район, который абсолютно, ну, никак к Ачинскому району не привязан. Они не работают там, они не живут, у них нет никаких интересов. Ну, не все, конечно, но определенная часть. По новой системе предлагается 17 депутатов. В среднем получится по два представителя от каждого сельсовета. Инициативу районных депутатов оценил краевой парламентарий Максим Маркерт. Он говорит, идея хорошая, но все может оказаться политической игрой. Ачинский район сегодня представляет огромный интерес для финансово-промышленных групп. Это для них стратегическое направление развития. То есть и борьба будет, и комбинат будет тратить огромные средства в очередной раз на то, чтобы в районе были представлены именно их ставленники, которые будут голосовать и представлять интересы именно финансово-промышленных групп. Я думаю, что все-таки они бросят весь свой ресурс на то, чтобы их большинство было опять в районном совете. И они, соответственно, избрали своего главу, подконтрольного именно финансово-промышленным группам, и затем делали все, что хотят. Интересы людей у них остаются на последнем месте. Как новые правила уже стартовавшей избирательной кампании, в Ачинском районе лягут в политический сценарий, пока говорить рано. Но в качестве информации к размышлению расскажу, кто из действующих депутатов райсовета выступил против мажоритарной системы. Против были как раз списочники-единороссы Анатолий Куимов, Татьяна Комарова и Александр Корсаков. Ни один из корпоративных депутатов, работников АГК, также не поддержал идею одномандатных выборов. Это Елена Афанасьева, Анастасия Горнакова и Николай Носко. Публичные слушания по изменению системы выборов в Ачинском районе пройдут в следующий вторник в 10 утра в зале заседания на девятом этаже. Но окончательное решение, как выбирать новых депутатов, будет принимать сам райсовет на сессии в апреле. И если все получится, то уже в сентябре жители района будут голосовать по новой схеме. Но главное ведь – кого выбирать? Надеюсь, как в прошлый раз, за 500 рублей избиратели не продадут свой район. Кстати, по нашей информации из сельсоветов, заезжие политтехнологи уже одаривают местных конвертиками с купюрами. Пожалуй, такую роскошь за полгода до выборов может позволить себе тот, у кого сегодня есть власть и деньги. А их все знают в лицо и по именам. Всем добра! Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Весна и все, похоже, обнуляется. А в городе обнулились дороги. Такие выводы сделали горожане. Мы сравнили, как выглядят одни и те же участки в наших архивах, на фотках, в гугл-картах и в реальности. Замечу, в сравнении участвуют только те улицы, которые прошли капитальные и ямочные ремонты. Поехали! Начну. Всеми в кавычках любимая дорога. Улица 2-я, кирпичная. Колейность, ямы. Одним словом, асфальт, который положила фирма «Аккорд Плюс». Именно этот подрядчик капиталил улицу еще в 2016 году. Ну, на кадрах видно, что просело покрытие. Водители в прямом смысле едут, как по стиральной доске. Отмечу, что эта же фирма по гарантии переделывала участок еще раз в 2018 году. Но картина не изменилась. А вот как выглядит дорога на гугл-карте. Думаю, комментарии не нужны. Улица Стасова. Все тот же подрядчик. Этот участок, начиная от улицы Кравченко, фирма «Аккорд Плюс» катала в 2017 году. Тогда люди жаловались, как рабочие. Работают чуть ли не в ночь и в дождливую погоду. Результат налицо. Местами на дороге появилась колейность и ухабы. Улица Кравченко в районе 7-Б. Этот участок мы показывали в прошлом году. Погода тогда была подходящей, чтобы описать всю красоту и прелесть Ачинских дорог. Отставим капитальные ремонты и продолжаем сюжет. На болевшей теме ямочный ремонт. Только за прошлый год из городского бюджета было выделено почти 5,5 миллионов рублей. В списке на ямочный ремонт было более 70 улиц. Заплатки зиму не прожили. Пример, пожалуйста. Поселок Восточный. Уж как в снег старалась фирма «Ачинский транспорт» залепить выбоины. Такой результат водители видят сегодня. Помнится мне, что один квадратный метр, по словам еще тогда бывшего директора СОЖ Олега Курзика, стоит одну тысячу рублей. О вечной проблеме с дорогами в Ачинске можно уже песню писать, где при пивом может стать фраза, которую мэр Лай Ахметов произнес в год своего десятилетия. Но она и сегодня в точку. Ямки не уменьшаются, если их грамотно не заделают, они увеличиваются. Качество ямочного ремонта удовлетворительно с натяжкой. А если по-честному, эти слова я бы отнесла не только к дорогам. Анна Ахметова, Иван Амелькин, телеканал ОСА. Первоначальные новости, говорите правду, не скрывая ничего. За это я люблю смотреть АСУ. Актуально все. Создай свой домашний уют в компании Теплодом. Оборудование для отопления, водоснабжения и канализации. Профессиональный расчет и подбор качественной продукции. Ждем вас по адресу декабристов 44, телефон 58640. Как уберечь себя от простуды и гриппа? Легко. Препараты для профилактики и витамины для детей и взрослых. Солиные лампы и увлажнители воздуха. Все это вы найдете в сети губернские аптеки по адресам Савердлова 19, УВР 48 и Декабристов 27. Сохраняй и отдыхай. Вместе с КПК «Финанс Инвест Фэмили». При открытии договора от 200 тысяч рублей у вас есть шанс выиграть путешествие в Сочи на двоих. Аджинск, 3-й микрорайон 1, телефон 8800-222-3354. Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Губернские аптеки приглашают на работу фармацевтов и провизоров. Обращаться к заведующему аптеки или по телефону 5-00-12. Телеканал УАСА требуется корреспондент. По всем вопросам обращаться по телефону 6-3-8-5. Ачинсы могут стать семьей года. Так называется всероссийский конкурс, региональный этап которого стартовал и у нас в крае. Смысл его простой – укреплять семейные узы и поддерживать ответственных родителей. Победители будут определять в нескольких номинациях. Например, молодая семья, многодетная, сельскохранители традиции. Ну и понятное дело, нужно быть дружной с семьей, активными родителями с достижениями в творчестве, спорте, труде и воспитании детей. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку, сделать фото или видеопрезентацию, приложить грамоты, сертификаты, медали. Успеть нужно до 15 мая. Подробную информацию смотрите на сайте Краевого министерства соцполитики. Адрес вы видите на экране. А сейчас рубрика «Я из Ачинска». Анатолий Гордеев – наш талантливый земляк, фотограф. За 60 лет он сделал более 100 тысяч снимков. Счастливый муж, отец и дедушка. Профессионал своего дела. И сегодня он – герой нашей рубрики. Анатолий Георгиевич Гордеев – инженер-механик. 65 лет отдал работе в нефтехимической промышленности. Принимал участие в строительстве и пуске нефтеперерабатывающих заводов на территории Советского Союза и за рубежом. Обладатель медали «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия». Награжден государственными наградами СССР и Республики Куба. В своей жизни я построил 10 нефтеперерабатывающих заводов. Был участником строительства, пуска, освоения, поскольку у меня профессия такая. Два в Казахстане, один в Белоруссии, один в Литве. Потом к этому были присовокуплены заводы. В Югославии, Болгарии, на Кубе. Поэтому, конечно, я многое увидел, определился. У меня была возможность, где бы я захотел, там бы в тех краях и остался. Предложений было куча. И так вся жизнь прокатилась, где я от 3 до 4, вернее от 3 месяцев до 4-5 лет. Стаж у меня уже на сегодня 60. Я каждый раз бываю 65 и 66 лет рабочего стажа. Так что, насмотрелся всего. И когда мне эти предложения делались, работая будь то в Белоруссии, будь то в других краях, я даже не присматривался. Я просто выполнял задачу и все время, ложась спать, думаю, скорее бы домой. В мою Сибирь. Я ни на кого, ни на что не променяю. Зачем мне там все их прелести лучше, чем у нас здесь? Если ты хорошо знаком, а я как мог освоил эти все просторы, моры, реки, долины. Поэтому для меня и отдых, и можно и высокими словами говорить, но я не буду. В общем, это все. И люди. Так что, вот такие дела. Сибиряк я. Я этим горжусь. И меня уже не переделать. И дети у меня выросли на Байкале, на тех реках. Вся жизнь в разъездах, командировках и впечатлениях. И всегда вместе, всей семьей. Анатолий Георгиевич с супругой Фаиной вместе уже 60 лет. Сколько лет вы женаты? Как познакомились? Вот можете вспомнить? Нет. Я точно не помню. Неправда. Ну что, в каком году? Что ты помнишь? 50 летом году. Вот в этом году 60-летие отмечали. Совместной жизни. Разве в этом году? В этом. Ну, не в 20-м, а в 19-м. В 59-м году свадьба у нас была. Как познакомились? Сколько дружили до свадьбы? Три года. Два. Показания расходятся. Ты же не знаешь, сколько я за тобой подглянула. Оттуда я уже. Мы работали на одном заводе, только в разных цехах. Ангарском и химическом комбинате. Вот оттуда все и пошло. Давно это было. Недавно это было. Это было недавно. И как это столько лет вместе? Да. Руководку прожить? Да. Это надо терпение, терпение. Как говорил Ленин, еще раз терпение. Вы счастливые люди? Ты как? Вот давай, Калич. Я да. А мне здорово повезло. Только все могу добавить. Нет, все нормально. Идите у нас. Я иногда об этом думаю. Конечно, я счастливую. Вот знаете, трудно, конечно, на ваши вопросы так тут развернуто отвечать, потому что это не поле перейти, режисс-то. Вы же затронули. Про жизнь. Ну, а вообще-то, что ты скажешь? Ты мне никогда не говорила. Вот сейчас давай, признавайся. Чего? А тебе вот просьба задана. А как? Вы счастливый человек. Сверх. Сверх счастливый. Сверх счастливый. Это мне просто лотерейный билет достался на 100 миллионов. Я уже 95 использовал. В своем доме Анатолий Георгиевич оборудовал специальную комнату, которая больше похожа на музей. Здесь собраны воспоминания и эмоции. Помимо многочисленных снимков, сделанных за годы увлечения, здесь хранится самое разнообразное фотооборудование советского времени. Кроме фотографии, Анатолий Гордеев занимается резьбой по дереву, изготовлением мебели и предметов быта из различного природного материала. Столько всего пройдено и столько всего сделано. Но впереди, говорит Анатолий, еще много планов. Ну вот закончу я работу на заводе. Рассчитаясь с ним, или они со мной рассчитают с нами. И дальше путешествие, если Бог даст здоровье. Восстановить здоровье надо. Потому что... Ну путешествие не отменяете и... Не, ну я хочу, Даня, я хочу, как Турхи, дал какой-нибудь океан переплыть. Как Ангару с тобой переплывали. Да. Не каждый мог переплывать. Откуда энергии столько берется? Спортом занимались всю жизнь. И сейчас у меня здесь спортзал есть. Следить за собой, не слушать. Ну я так думаю, что просто раскисать не надо. И так вроде бы. Ну есть хорошее присловие. Глаза открыл, свет Божий увидел, перекрестился и вперед. Вот так. Спонсор прогноза погоды – Центр лабораторных технологий АБВ. Все виды медицинских анализов, результат в кратчайшие сроки, по доступным ценам. Медицинские офисы АБВ находятся по адресам. Город Ачинск, 5-й микрорайон, дом 54. И город Назарова, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 7, строение 3. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok